Майвейзер Флойд Майвейзер Это чемпион мира по каким-то версиям Я не помню по каким По профессиональному боксу То есть он боксер А Макгрегор Он чемпион мира по версии ММА То есть это бои без правил И понятно, что в правилах бокса И в правилах ММА есть разница То, что можно в боксе нельзя Хотя нет Хотя в ММА, по-моему, все можно Что есть в боксе Но что есть в ММА, нету в боксе И когда намечался этот бой Мой сын спросил его Пап, а как ты думаешь, кто выиграет Майвейзер или Макгрегор Майвейзеру 40 лет А Макгрегору 29 И я говорю, я тебе сразу скажу, кто выиграет Выиграет Майвейзер Даже вот увидишь 100% Он, хоть давай поспорим на шоколад Хоть на 100 А я тебе сразу говорю, что выиграет Майвейзер И он говорит, а почему? Почему ты так уверен, что выиграет Майвейзер? Ведь Макгрегор, он моложе Он такой тоже хороший боец Я говорю, а потому что драться будут Не по правилам ММА А по правилам бокса И для Майвейзера И для Майвейзера Правила бокса Это его стихия А для Макгрегора Эти правила Они ограничивают его В каких-то действиях Вы скажете, а при чем тут Мы вообще? А вот при чем? Мы с вами говорим о духовном мире Мы говорим с вами о духовном противостоянии И мы с вами говорили, что противник, ваш дьявол Ходит, как рыкающий лев Ищакова поглотить Да ведь? И Библия говорит, что мы находимся в противостоянии Между этими двумя царствами Божьим царством и царством тьмы Есть сегодня борьба И мы видим порой на физическом уровне эту борьбу И знаете, что хочет сделать дьявол? Он хочет заставить нас играть по своим правилам Он хочет сказать Слушайте, вы хотите со мной воевать? Вы хотите со мной биться? Но давайте только по моим правилам Так, как я хочу А не так, как вы И если мы будем воевать с дьяволом С тьмой, с бесами, со злом, с беззаконием По его правилам То я сразу же скажу Мы проиграем Мы проиграем И поэтому, когда мы встаем В наше противостояние с духовным миром А мы в него встали только как покаялись Потому что Писание говорит, что дьявол Он враг душ человеческих Когда мы встаем в это сражение Мы должны сказать дьявол Знаешь, я по твоим правилам играть не буду Потому что у меня есть свои правила И у меня есть свой тренер Который меня тренирует Биться вот по этим правилам Аминь К чему я так говорю? Знаете, люди сегодня понимают Что есть что-то духовное Или они, может быть, конкретно не понимают Кто такой дьявол Его характер, его природу Они, может быть, конкретно не знают о бесах Но ведь многие люди понимают Что что-то есть Чему Чему Они подвластны Понимаете? И они пытаются как-то защищать себя от этого Она же Я как-то зашел У нас в церкви были Две сестры Сейчас их уже в церкви нет И когда я уходил от них Я смотрю А над дверями чеснок висит Так, несколько пучков чеснока Связанных Вот так вот Я, конечно, смекнул К чему это Я сразу спрашиваю Ну, с намеком Говорю А что у вас Вот интересно как-то Чеснок сушится над дверями Они заулыбались И поняли Что я-то понял Что они хотели То есть, понимаете У людей есть разные способы Как противостоять демоническим силам Надо подвисеть там чеснок куда-нибудь Или, знаете Когда я был маленький Когда я был маленький Я часто ночевал один дома И все маленькие Раньше думали Что под кроватью обязательно Ночью кто-то живет Кто такое испытывал Да И ты всегда думал Если ты выключил свет И подходишь к кровати Тебя обязательно кто-то схватит за ногу И поэтому ты выключал свет И быстро запрыгивал на кровать Накидывал себе одеяло И ты думал Все, я в безопасности Я уже не у кровати И я под одеялом И ничего мне не страшно Но я Я не был верующим никогда В детстве никогда не был верующим Вот Но Когда я ложился спать Я еще свет не выключал Я так вставал Перед кроватью Так Делал крест И думаю Ну все А теперь Никакая подлая рука не вылезет И никакие силы Демонические меня не схватят Я выключал свет Но все равно Так же быстро Запрыгивал в кровать Думаю Вдруг не сработает И люди сегодня Вот придумывают Разные способы Как бы защитить тебя Защитить себя То есть они покупают Разные амулетики От сглаза Да Знаете Продают сейчас такие синие Со всякими там И люди что только Что только не придумают Они вешают Иконы в машины Они там Носят всякие амулетики Думают Вот если я вот это Вот это вот Буду носить Или вот это повешу То все Я неприкасаемая личность Поймите Дьявол Этого не боится Кто-то говорит Вот у меня там Демонические силы Надо квартиру осветить И там Брызгают И когда Вот у нас написано Еженедельный курс В учении Библии Соло скриптура То есть только Слово Да ведь Как бы мы не фантазировали Как бы мы не хотели Но Священное Писание Учит нас Как мы должны Противостоять Тьме Да ведь Мы можем с этим Не соглашаться Сказать Это старомодно Этой Библии уже Две тысячи лет И мало ли что там писали Это дело Каждого Каждый решает По каким правилам Ему жить По каким правилам Ему Сражаться Да ведь Но все же Апостол Павел И Иисус И другие апостолы Уделяли этому Немало внимания И они Писали Некоторые принципы Что же мы Можем делать В противостоянии Дьяволу В противостоянии Тьме Потому что Одна из наших проблем Что мы Сегодня Всю свою ответственность Хотим возлагать На кого-то Мы не хотим Брать ответственность На себя Мы возлагаем Ответственность На Бога Мы возлагаем Ответственность На дьявола Мы возлагаем Ответственность На случай Мы возлагаем Ответственность На церковь На пастора Но только Не на себя Вот поймите В духовном мире Это не пройдет Если мы Не берем Ответственность На себя В определенных Вещах Которых говорит Писание То мы будем в вечном поражении, мы будем в вечном проигрыше. И мы с трудом будем вкушать, как благ Господь. Потому что он на самом деле благ. И он пришел дать жизнь с избытком. И он пришел выпустить измученных на свободу, слепым даровать прозрение. Да ведь? И поэтому мы должны увидеть, а какая моя ответственность вот в этом противостоянии. Это не так, что ты покаялся, и все, ты почиваешь на лаврах, а ангелы, херувимы осеняющие, с мечами вокруг стоят тебя. И как только к тебе приближаются бесы, они там всех разгоняют и говорят, лежи, лежи спокойно, лежи спокойно, не переживай, все будет хорошо. Мы тут стоим, мы тут охраняем тебя. Да, они охраняют, но все же есть часть, которая должна быть выполнена нами. И мы должны это знать. И давайте с вами прочитаем послание Ефисиным. Понимаете, о чем я говорю? Почему Майвезер выиграл МакГрегора? А то пастору своя версия, потому что черный. Нет, потому что бились по правилам Майвезера. А если бы бились по правилам ММА, я бы сказал, Саша выиграет МакГрегор, потому что по его правилам бьются. Хорошо. Ну, это был так, просто контрольный вопрос, насколько вы внимательны. Запомните, Майвезер выиграл, потому что он черный. Хорошо. Давайте читаем Эфисиным 6.10. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И в первую очередь обращено к братьям. К братьям. Вот братья. Павел говорит, братья, укрепляйтесь. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьми века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припаясь в чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите счет веры, который возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И вот здесь апостол Павел в этом послании он говорит о некоторых вещах. Во-первых, он говорит, что будет какой-то злой день. Да ведь? Будет какой-то злой день. И я думаю, что в жизни каждого из нас злые дни бывают. Когда тебе кажется, что все силы тьмы, все обстоятельства и все люди ополчились против тебя. Когда тебе кажется, что вот проблемы всего мира, они просто навалились на твои плечи. Когда ты просыпаешься, и ты чувствуешь себя разбитым корытом, как будто у тебя все болит, и ты думаешь, вот денек настал. И апостол Павел говорит, что всякий человек, он будет встречаться вот с таким злым днем. И Писание говорит, что в этот злой день мы должны устоять. Да ведь? То есть наша задача, когда в нашу жизнь приходит злой день, то нам надо устоять. А ты скажешь, а если я не устою? Ну, но если не устоишь, восставит тебя Господь. Если даже семь раз упадешь. Но очень часто я видел, что падения, они очень сильно сказываются на нашей жизни. И поэтому Павел говорит, вы должны устоять. И смотрите, что же апостол Павел говорит, что нам делать, чтобы мы могли вот в этот злой день устоять. И самое первое, он говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть, когда мы приходим ко Христу, наша христианская жизнь, это не просто хождение в церковь, слышание проповедей, хороших или не очень хороших. это наше возрастание, это наше укрепление. Да ведь? То есть, как я уже говорил на одном служении, что Павел, обращаясь к христианам, говорит, дорогие, вы должны уже стать учителями. Вам уже надо твердую пищу есть. А вы все младенцы. А младенцы намного не способны. И младенцы, они не могут противостоять трудностям. И апостол Павел говорит, вы же укрепляйтесь Господом. То есть, мы должны становиться сильными. Притча 24, 10 там говорит, если вы в день бедствия оказались слабы, то бедна сила твоя. То есть, здесь в притчах также написано, что может прийти какой-то день бедствия, и если ты окажешься слабым, то бедна сила твоя. То есть, понимаете, ты можешь быть бедным силой, а можешь быть богатым силой. И видите, дело в том, что у Бога нет лицеприятия. Библия говорит, что нам во Христе Иисусе даровано все потребное для жизни и благочестия. То есть, то, что Бог дал одному, Он дал и тебе, у Него нет лицеприятия. Он всех верующих называет род избранный царственное священство. Да, кого-то Он сделал апостолом, кого-то пророком, кого-то евангелистом, но Он не обделил никого в том, чтобы мы могли в злой день устоять. Он не обделил. И поэтому Павел говорит, дорогие, самое первое, что вы должны делать, ваша часть, это укрепляться Господом, чтобы, когда придет день злой, твоя сила, она не оказалась малой. Иуда 1,20, смотрите, здесь апостол Иуда пишет такие слова, и вопрос, как укрепляться, как укрепляться Господом? Вы же не просто должны фразы бросать, укрепляйтесь Господом, дорогие, укрепляйтесь Господом, дорогие, да? Как укрепляться? Иуда говорит, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. То есть апостол Иуда говорит, назидайте сами себя. Что значит назидать? Это значит созидать, это значит строить, да ведь? Понимаете, о чем я говорю? Это значит строить себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. Я не знаю, как кто относится к молитве на иных языках, но лично для меня молиться на иных языках это большое благословение. Знаете, иногда я могу заходить в свою комнату на полусогнутых, на полусогнутых, и я начинаю молиться на иных языках, может 10 минут, может 15 минут, и я чувствую, как будто внутри меня что-то оживает, что-то поднимается, и проходит какое-то время, и я уже становлюсь другим человеком. Почему? Потому что Писание говорит, что Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Кто-то говорит, не надо молиться на иных языках, кто-то говорит, надо. Я лично вижу в этом благословение. Я лично в этом вижу благословение. Я просто хожу, я порой не знаю, как молиться, что начать говорить Богу, просто не знаю, не знаю ситуацию, я просто хожу и начинаю молиться на иных языках. И спустя какое-то время я чувствую, как будто слабость, которая была внутри меня, она превратилась в силу. И об этом говорит апостол Иуда, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. Смотрите, еще говорит апостол Павел, назидаясь самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Здесь апостол Павел еще предлагает один способ, как назидать себя. Он говорит, дорогие, воспевайте в сердцах ваших Господу. Что вы слушаете, когда едете в машине? Что вы слушаете, когда едете? Лично я, у меня на флешке скачано христианское поклонение, на русском языке, на иностранном языке. И когда я еду, я включаю поклонение. Если я один, я могу петь громко в машине. Если не один, могу не петь, а просто слушать. Когда мне очень трудно, есть такой певец украинский, Геша Ушивец. У него такие радостные песни. Я включаю его, и я просто вместе с ним начинаю воспевать Господа. И знаете, такое ощущение, что тьма куда-то отступает. Я всегда говорю себя в церкви, и мы должны понять силу хвалы и словословия. Это назидает нас, это зазидает нас, это не нравится дьяволу. Помните, когда Саула мучил нечистый дух, что делал Давид? Он приходил, он брал гусли, он начинал играть, и Священное Писание говорит, злой дух оставлял Саула. Да, вот такая духовная брань. Давид не кричал, во имя Иисуса Христа, дьявол пошел, вон я связываю тебя, ты князь тьмы, и все прочее, там форточки не открывал, ботинками не махал. Он просто брал гусли, начинал славить Господа. И этому злому духу становилось неуютно, и он уходил. Иисус говорил, Давид, я не понимаю, что со мной происходит, тебя нет, мне плохо, ты приходишь, играешь, мне хорошо. Давид, играй мне постоянно. А кто такой переживал? Вы приходите в церковь, вот никакие, вот думайте, зачем я сюда пришел? Начинается прославление, два-три псалма, и вы уже чувствуете, как будто вы на крыльях орла. А у кого такое было? Вот у большинства, потому что вот в хвалее есть сила, в поклонении есть сила. Смотрите дальше. Давайте пойдем дальше, потому что времени много. Также Священное Писание здесь говорит, что наша ответственность встать, припоясаться, взять, обуться. Да, апостол Павел говорит, встаньте, возьмите, припояжьтесь, обуйтесь. То есть поймите, Бог не будет делать это за тебя. Это твоя и моя ответственность. Встать. То есть Господь говорит, я отдал тебе все, я отдал тебе все оружие, но тебе надо встать. Порой это бывает нелегко, встать. Но ты понимаешь, что если ты сейчас не встанешь, то тебя унесут вперед ногами. И как бы тебе не было трудно, ты встаешь. В своем духе, ты встаешь. И ты начинаешь что-то делать. Это наша ответственность. О чем я говорю? Что очень часто мы думаем, что Бог за нас все сделает, ангелы нас поднимут, херувимы нас понесут на крыльях. Если надо, понесут. Но в данной ситуации, апостол Павел говорит, это твоя ответственность. Встать, облечься в Божье всеоружие, которое тебе дано. Поверьте, каждому из нас дано то, о чем говорит апостол Павел. И я верю, что это самое лучшее, что мы можем иметь в противостоянии тьме. Если бы было что-то лучшее, то Бог бы дал бы нам что-то другое. Это моя ответственность. Продолжать сидеть в депрессии, унывать, грустить. И в Библии много мест, где говорят, унылый дух сушит кости. Или печаль мирская приводит к смерти. Да ведь? Помните, Илья так огорчился, что пошел в пустыню, лег и говорит, все, я умирать буду, потому что царица сказала, я убью тебя. Он говорит, все, так мне плохо что-то, я пойду умирать. Я пойду умирать. И разные обстоятельства, которые хотят заставить тебя лежать, сидеть в депрессии. Но Павел говорит, встань, дорогой, встань, встань, возьми Божье всеоружие. И вот о чем он говорит. О чем он говорит. И самое первое, о чем он говорит здесь, это истина. Это истина. И проблема в том, что сегодня люди говорят, у каждого своя истина. У каждого своя истина. Я верю, что истина, она одна. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. И никто не придет к Отцу, кроме как через меня. Я верю, что Иисус Христос подтвердил истинность Своего учения Своим воскресением. Он доказал, что все, чему Он учил, это истина. Когда пришли ко гробу, посмотрели, а Его там нет. А потом, в течение сорока дней, Иисус Христос еще являлся Своим ученикам и продолжал учить их на протяжении сорока дней. И если бы вы спросили учеников, что такое истина, они бы сказали, ты что не знаешь? Иисус это истина. Его слова это истина. И что такое истина? Это откровение Слова Божьего. То, что сокрыто в Боге, становится открытым через Евангелие. Это есть истина. И Сам Христос есть истина. Обращаясь к Богу, к Отцу, молясь о своих учениках, о своих учениках, Иисус говорит, Господи, освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Сегодня в мире столько разной информации, столько доступно всякой информации. Не знаю, как кто, я верю, что истина, она сокрыта вот здесь, в Священном Писании. Именно поэтому сегодня столько нападок на Священное Писание. И кто-то говорит, на Священное Писание там и то, и все, и там неправильно. Я не знаю, 2000 лет было правильно, а тут вдруг в последние времена стало неправильно. Я верю в то, что написано здесь, и я верю, что это истина. И давайте прочитаем два местописания. Иоанна 8,32. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. то есть, апостол Иоанн говорит о силе истины освобождать. Когда мы познаем истину, мы становимся свободными от своих предвзятостей, от своих неправильных взглядов, от своих твердынь, от своих неправильных отношений с людьми. Да ведь? Истина делает нас свободными. Еще одно место, Иоанна 17,17. Это место Писания, которое говорил, освети их истиной Твоей, слово Твое есть истина. То есть, если Господь Иисус сказал, что слово Божие есть истина, то все, что я могу на это сказать, аминь. Слово Твое есть истина. Слово Твое есть истина. И поэтому апостол Павел говорит, возьмите и опояжьтесь истиной. Когда у тебя есть истина, то все остальное, оно будет работать правильно, то все остальное будет действовать как надо. Аминь. Смотрите, дальше говорит, что апостол Павел, он говорит о броне праведности, о броне праведности. И знаете, одно из оружия дьявола это обвинение, да ведь? Написано, что он обвинитель, он клевещет. И когда вдруг дьявол приходит к тебе и говорит, ты грешник, ты недостойный Бога, да ты вообще кто? Это может проникать в наше сердце. И тогда апостол Павел говорит, дорогие, облекитесь в броню праведности. И броня праведности это наше понимание, кто мы во Христе Иисусе. Понимаете? Потому что если мы смотрим сами на себя, видя все свои ошибки, все свои несовершенства, мы согласимся с дьяволом и мы поверим, что на самом деле я вот опять я согрешил, я несчастный грешник, я вот такой неудачник, да? Но Писание говорит, что наша праведность это Христос. Мы не надеемся на свою праведность, наша праведность во Христе Иисусе. Да ведь? Это наша защита от всякого дьявольского обвинения, от всякой дьявольской лжи. Это наше понимание праведности во Христе Иисусе. У вас была тема праведность уже? Здесь? Да? Вот мы должны понимать это, потому что очень часто даже уже зрелые христиане, они постоянно вот в эту канаву, вот я грешник, вот я такой, вот такой. Нет, Писание говорит, мы праведные во Христе Иисусе, Он оправдал нас. Смотрите, Ефесианам 4,24, и здесь написано, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. То есть, апостол Павел говорит, дорогие, облекитесь в нового человека, который праведный, который святой, посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в огнеме вашим, и не давайте место дьяволу, кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезно, чтобы было из чего угодить, уделять нуждающему. Смотрите, здесь апостол Павел говорит еще очень важную вещь. Да, мы праведны во Христе, но наша праведность, данная Богом, она должна быть и в реальной жизни, потому что дальше здесь апостол Павел говорит, и не давайте место дьяволу. Это еще один из пунктов нашей ответственности, не давать место дьяволу. Почему? Потому что я скажу вам так, Священное Писание говорит, дьявол, он вор, и когда он видит открытую дверь, он обязательно туда зайдет. У него нет совести, он бессовестный. Если ты думаешь, что у тебя нет совести, поверь, совести нет у дьявола, он вор. И когда он проходит мимо нас, и он видит, что двери нашей жизни открыты для него, и надпись «Welcome», поверьте, он не пройдет мимо, он обязательно зайдет туда, он обязательно что-нибудь украдет, твое благословение, твой брак, твое здоровье, твое состояние, и ты можешь говорить «Господи, почему так?» А потому что Павел говорит «Не давай место дьяволу». Я всегда говорю у себя в церкви, что грех это территория дьявола. Грех это территория дьявола. И когда мы заходим на его территорию, мы попадаем под его влияние. Поймите, дорогие, если, ну, я не знаю, какой пример взять, например, например, новообращенный христианин, новообращенный христианин, да, он слаб по своей природе, по-духовной, он еще не может, может быть, там, ходить во всей истине. И друзья ему сказали, пойдем с нами посидим, расскажешь нам об Иисусе за бутылочкой вина. Он скажет, ну, не знаю, об Иисусе вам буду рассказывать, но вино пить не буду, да? И он пошел с ними там и начал им рассказать об Иисусе, а вино пахнет. Писание говорит, не смотри даже, как оно искрится. И он там, но не сдержался, напился. Сел в машину, еще, знаете, что пьяного моря по колено, пьяный себя всегда шумахером чувствует. Сел в машину, поехал, врезался в какой-нибудь столб, сотрез себе голову и думает, Господи, почему такое произошло-то? Как так, Господь, а где ты-то был? Я говорю, Господь всегда на месте. Вопрос, где мы бываем и что мы делаем и кому мы даем место? Да ведь? Кому мы даем место? Мы сами можем давать место дьяволу. Помните такой случай в Ветхом Завете, когда Валак, царь Валак попросил Валама проклясть израильский народ. Да ведь? И Валам пошел, ему пообещали денег, Валам пришел к Богу, говорит, Господь, вот Валак, меня просит проклять израильский народ. И Бог говорит, слушай, только прокляни. Только прокляни. Вот благословить, благослови, потому что нет колдовства, нет ворожбы в Израиле. И он приходит к Валаку и говорит, не могу, Бог не позволяет проклинать. Вот ничего не могу сделать. Ну давай еще, ну в другом месте попробуй, с другой стороны к Богу зайти попробуй. И Бог говорит, только прокляни. И ничего не получилось. А потом Валам говорит Валаку, я, конечно, проклянись не могу израильский народ, но если ваши женщины наведут марафет получше там, юбочки покороче оденут и придут к израильскому народу и соблазнят их, то возможность работает. И Писание говорит, они так и сделали. Эти женщины пришли к израильскому народу, израильтяне впали в блуд и пришла беда в израильский народ. Пришло проклятие. Кто виноват? Сами дали место дьяволу. Сами дали место дьяволу. Писание, я могу много говорить об этом, ну вот зависть, вроде бы что страшного, зависть, да ведь? Что страшного? Ну, завидую я белой завистью. А вы знаете, что фарисеи предали Иисуса из-за зависти? Они убили Иисуса из-за зависти. А вы знаете, что Каин убил Авеля, потому что ему завидно стало, что Бог на дар Авеля призрел, а не его не призрел. Как так, Господь? Да где же справедливость-то? Я же тоже принес, ну капусту свою. Ему стало завидно. А где зависть, там все неустройство, и все худое. Поэтому, если ты живешь и постоянно кому-то завидуешь, вот сегодня тут Игорь свидетельствовал, что телефон выиграл, а у тебя настроение испортилось. Почему не я-то не выиграл? и тебе завидно стало. Через это дьявол может действовать. Из-за зависти проклинают, убивают. Понимаете, чем я говорю, да? Поэтому Павел говорит, дорогие, не давайте место дьяволу. Будьте праведны в своей повседневной жизни, не лезьте куда не надо. Оставьте собрание грешников, собрание развратителей. Дорогие, даже то, что мы смотрим, то, что мы слушаем, мы должны контролировать это, потому что что-то в нас сеется, понимаете? У меня жена сейчас работает в детском саду воспитателем, и она говорит, таких детей никогда не было. Пятилетний ребенок подходит к воспитательнице и говорит, я возьму вот такой нож и зарежу тебя. Они, они не слышат, они кроют матом друг друга, они показывают воспитателю жесты, которые я даже здесь показывать не буду. Откуда это все берется? Это сеется, это сеется через какие-то средства, массовые информации, через телевидение, через интернет, через музыку, через прочие какие-то вещи. Это сеется и принесет свой плод. Но мне надо побыстрее, поэтому мы пойдем дальше. Хорошо, Писание говорит, не давайте место дьяволу. В Ветхом Завете, например, магов, колдунов, чародеев, и всех просто убивали. Гадатели, заклинатели, их просто убивали, потому что знали, что они несут проклятие. Они несут проклятие, и через это действуют демонические силы. Можете записать места, исход 22, 18, второзаконие 18, 10. Итак, Писание говорит, не давайте вместо дьяволу, говорит апостол Павел, кто крал, вперед не кради, перестань это делать. 1 Иоанна 5, 18, здесь апостол Иоанн пишет, «Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». То есть Писание говорит, что лукавый не прикасается к тем, кто хранит себя. Это моя ответственность также хранить себя. Я верю, что Бог хранит меня. Я верю, что Бог хранит меня. Но Он также дал мне свободную волю. Понимаете? Я могу выбирать, как мне жить, какими путями ходить, что смотреть, что слушать. Это мое решение. Это мое решение. Но апостол Иоанн говорит, «Дорогой, если ты не хочешь, чтобы сатана, чтобы дьявол прикасался к тебе, храни себя», говорит апостол Иоанн в 1-м послании, 5-й главе, 18-м стихе. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Дальше, смотрите, Священное Писание говорит, что мы должны взять щит веры. Да? Согласны? То есть, вера – это вообще основание нашей жизни с Богом. Про веру я могу говорить долго и много. Но это основание наших отношений с Богом. Писание говорит, праведный верой жив будет. Если у тебя не будет веры, ты не сможешь жить, как праведник. Ты не сможешь быть праведным, и ты выжить вообще не сможешь. Именно поэтому Павел говорит, и возьмите щит веры, чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. Поверьте, что дьявол, он запускает в тебя раскаленные стрелы искушений, соблазнов, и они летят в тебя. И если ты стоишь и глазами хлопаешь и говоришь, а что делать-то? Что делать-то? Вон они все летят. Павел говорит, скорее бери щит веры, начни доверять Богу, начни верить Его обетованиям. Да ведь? Летит в тебя, не знаю там, стрела болезни. Павел говорит, слушай, верь, что Господь целитель. Верь, что Господь целитель. Знаете, мы начинаем верить, что Господь целитель, когда только понимаем, что уже врачи ничего не могут сделать. Мы похожи на ту женщину, которая бегала, бегала по врачам, обнищала, и потом говорит, ой, Иисус же есть, точно. Может быть, может к Нему сбегать. Он где-то тут рядом ходит. И мы порой так же, вместо того, чтобы в первую очередь бежать ко Христу, и говорить, Ты, Господь, целитель мой. Мы вспоминаем только, когда уже врачи сказали, ну тут только может чудо быть. А, чудо, но это к Иисусу. Да ведь? Господь говорит с их обетованиями, говорит, Я, Господь, целитель Твой. Я, Господь, целитель Твой. Вчера, позавчера у нас была ячейка, я сижу, и я чувствую, что что-то не так у меня. Но чувствую, но знаете, когда ты простужен, симптомы начинают чувствоваться. Я вечером пошел молиться, и я понимаю, что мне нельзя болеть, потому что в четверг надо быть здесь. В четверг надо быть здесь. И я пошел, в первую очередь, молиться. Я начал продолжать, что Господь, целитель мой, что ранами Иисуса Христа я исцелен. Потом я сходил, купил лекарства, выпил какие-то, и вот сегодня я здесь. Сегодня я здесь. Но в первую очередь, я всегда бегу к Богу и говорю, Господь, Ты мой целитель. Если Ты не исцелишь, то никакие лекарства ничего не поможут. И поэтому Павел говорит, возьмите щит веры. Я просто прочитаю цитату одного человека, которого зовут Крейг Кринер, и он пишет такие слова. Причины сходства веры из щита состоит в том, что как щит защищает война, так и вера защищает христианина от нападок сатаны. Таким образом, вера – это броня поверх брони. Добродетель, который хранит все остальные добродетели. Добродетели. Аминь. А Библия говорит, вера – от слышания слова. Вера – от слышания истины. И поэтому я говорю, если у тебя есть истина, у тебя будет вера. А если ты уберешь истину из своей жизни, как сказал Жан Кальвин, «Уберите слово, и не останется никакой веры». Уберите слово, и не останется никакой веры. Мы должны быть пропитаны словом, Божьими обетованиями, пропитаны от макушки головы до подошвы ног. Священным Писанием. Это должно быть нашим хлебом. Поэтому Иисус говорит, не хлебом одним, жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. От этого твоя вера. От этого твоя вера. Давайте прочитаем 1 Петра 5,8. Здесь Петр говорит, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Здесь апостол Павел говорит, что ты должен противостоять дьяволу. Не просто встать, но ты должен противостоять ему. Ты должен противостоять ему и сказать, «Дьявол, я не соглашаюсь с тобой, я не соглашаюсь с тем, что ты хочешь навязать мне, я не соглашаюсь с этими болезнями, с этими еще какими-то вещами, я не соглашаюсь, и ты просто противостоешь ему». Но вот что говорит еще Иаков. Итак, покоритесь Богу, Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Апостол Иаков говорит, что дьявол вообще должен от тебя убегать и от меня. Аминь. Не ты от него должен убегать, а он должен убегать от тебя. И Иаков также говорит, что для этого мы должны противостать ему. Но перед этим Иаков говорит, покоритесь Богу. Покоритесь Богу. То есть, понимаете, противостояние дьяволу без покорности Богу не имеет никакого смысла. Ты можешь кричать, можешь рычать, можешь как сыны Скевы употреблять имя Иисуса. Но если нет покорности, мы помните, с вами говорили, что дьявол прекрасно знает, кто есть кто. Пришли сыны Скевы, там, во имя Иисуса бесы выйдите из этого человека. Они говорят, а мы вас-то знаем. Вы бунтари. Вы сыны противления. Да вы же наши. Вы что на своих-то тут накатываете? Покорность Богу, покорность Божьей воле, покорность Его Слову – это одно из условий успешного противостояния дьяволу. Поэтому Писание говорит слова Иисуса. «Научитесь у меня, ибо я кроток и смирен духом». Почему бесы, они трепетали пред Иисусом, потому что они видели Его смирение перед Небесным Отцом. Это смирение проявилось, когда Он был в Гефсимании и говорил, Господь, не моя воля, но Твоя да будет. Мы ходим своими путями, мы делаем то, что мы хотим. Нас не интересует воля Божья, нас интересуют только свои интересы, и при этом мы хотим, чтобы дьявол убегал от нас. Нет, Яков говорит, дорогие, вначале покоритесь перед Богом. Покоритесь перед Богом. И пример такой покорности – это Иисус Христос. Поэтому и бесы от Павла убегали, потому что, когда Павел встретился с Иисусом, его слова были, «Господи, благослови меня машину, квартиру, коня хорошего». Нет, он сказал, «Господи, что повелишь мне сделать? Что повелишь?» Его интересовало, что Бог от него хочет. Понимаете? Он не говорил, Бог, знаешь, что я от Тебя хочу? Он сказал, «Что Ты от меня хочешь, Господь? Ведь не зря же Ты мне явился. Какая Твоя воля для меня?» И Павел ходил в этом смирении, послушании перед Богом. И поэтому, когда бесы встречались с ним, они говорили, «Знаем Тебя, кто ты такой, апостол Павел». И он говорил, «Во имя Иисуса, дух прорицательский, выйди». И там сила уходила, и ей говорили, «Все, ты нам больше не нужна, все бесы тебя оставили, зачем ты нам нужна такая простая?» Смирение – это одно из условий. И это тоже зависит от нас. Это наше решение. Это наше решение. Смотрите, Римлянам 10.13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать беспроповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благоествующих мир, благоествующих благое?» И здесь апостол Павел говорит о благовествовании. И в послании Ефесиным он пишет об обуви, готовности благовествовать мир. Понимаете, Священное Писание говорит, что люди, Библия говорит, что сатана ослепил умы людей. Мы смотрим на этот мир и думаем, а почему они так живут-то вообще? Иногда же удивляешься, как люди живут вокруг, да ведь? Я в основном творюсь среди христиан. Я как-то вот с такой мирской темой редко соприкасаюсь. Но когда соприкасаюсь, я думаю, Господи, что там происходит вообще в этом мире? А что удивляться, если Писание говорит, что сатана ослепил умы людей? И что мы-то можем сделать? Павел говорит, дорогие, как они уверуют, если не будет благовествующего? Поэтому Он говорит, дорогие, оденьте обувь готовности благовествовать мир. Обувь готовности благовествовать благое. То есть мы должны понимать, что одна из истин, которую мы должны понять, что Евангелие, оно освобождает. Оно, знаете, ты сеешь его. И оно постепенно... Это, знаете, как было со мной, мне начали сеять. И что я думать, я сразу же прибежал ко Христу. Но это что-то производило во мне. Мне говорили, говорили. Это что-то во мне производило. И в один день я пришел и покаялся. Но началось с того, что мне кто-то начал проповедовать, понимаете? А если бы этого не было, я бы так и был рабом греха, узником сатаны, понимаете? И люди вокруг нас сидящие на работе, еще где-то, Писание говорит, они, вся тварь стинает, ожидая откровения сынов человеческих, понимаете? А мы в это время говорим, да зачем мне эти ботинки благовествовать мир? Нужны они мне? Я утром по росе босиком люблю ходить. Нет, Павел говорит, дорогие, готовьте. Будьте готовы благоествовать мир. Это одно из Божьего всеоружия. Потому что нам дана истина. Священное Писание. Людям закрыто это. Ты им говоришь, они не понимают, но ты сей это. И свет, он будет проникать, эта тьма, она будет разрушаться. И люди прозреют. Как когда-то прозрел ты, когда-то прозрел я. Может, тебя начинали проповедовать, и ты смеялся. Говорил, да что вы тут мне чушь какую-то говорите, да? А пришло время, ты прозрел. И ты сказал, так это ж истина. Как я этого не понимал? Но все началось с того, что кто-то тебе проповедовал. Аминь. И поэтому мы должны быть готовы благаясь от мир. И Евангелие, это на самом деле, Библия говорит, сила Божьей ко спасению всякому верующему. Евангелие. Всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется. Они не спасутся, если не услышат об имени Иисуса Христа. Они навсегда останутся узниками греха. Если ты не придешь и не скажешь, послушай, есть тот, кто пришел освободить тебя. Его имя, Иисус Христос, Он любит тебя. Люди даже не знают, что Бог их любит. Они думают, что Бог это тот, кто наказывает, поражает болезнями, делает инвалидами и все прочее. Они-то так думают о Боге. А ты приходишь и говоришь, Бог есть любовь. Он любит тебя. Правда, что ли? Да я тебе же говорю точно. Давай я тебя даже прочитаю. И ты начинаешь благовествовать. И тьма начинает отступать. И смотришь, ты спасаешь еще одну душу. Совместно с Духом Святым. Аминь. И последнее, о чем Павел говорит. Шлем спасения мы с вами говорили. Он говорит о мече об Юдоостром. Матфея 4.4. Мы не будем все это читать. Но там, помните эту историю, когда дьявол искушал Иисуса, да? Дьявол искушал Иисуса. И дьявол, он неплохо пользовался Словом Божьим. Да ведь? Если вы думаете, что дьявол такой глупенький, он знает Священное Писание не хуже тебя и меня. Он знает Священное Писание. И когда он приходит к Иисусу, он говорит, Иисус, написано ведь. Иисус, ну ты что, не веришь в Слово Божье? Ты же сам говоришь, что Слово Божье истина. А там написано, там написано черным по белому. Или как у евреев было написано, не знаю. На свитках. У нас черным по белому, да? Там же написано, заповедуй ангелам и на крыльях понесут тебя. Давай, прыгай, смелей, Иисус. Прыгай скорее. Иисус говорит, не, 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 погоди, Сатана. Там еще написано, не искушай Господа Бога своего. И мы видим там, как будто дуэль такая была, да ведь? Сатана приходит и говорит, скажи хлебам, чтобы камням, чтобы зелись хлебами. Иисус говорит, ты что знаешь же, написано, дьявол, не хлебом одним будет жив человек. Ну, поклонись мне тогда, Иисус. Ну, это ж не сложно. Встань на колени и поклонись мне. И я тебе всю землю, всю власть передам. Он говорит, не, не, погоди, дьявол. Так же написано, поклоняйся Господу Богу и Ему одному служи. Что делал Иисус? Он просто брал Слово Божье. Да ведь? И Он отражал все эти дьявольские атаки. Если дьявол говорит одно, Иисус достает меч Слово Божье и говорит, написано, дьявол. И знаете, мудрствовать много не надо. Мы порой такие мудрые, такие семи пяди во лбу. Да просто возьми Слово Божье и скажи, так написано. Сатана. Понимаете, о чем я говорю? Что, так просто, что ли? Ну, вот если вы смотрите на Иисуса, Он делал это просто. Да ведь? Он просто сказал, написано, не хлебом одним будет жив человек. И что произошло? И написано, и отступил от него Сатана. Отступил от него Сатана. Ничего там такого сверхъестественного не было. Ни криков, ни рыков, ни ничего там. Просто написан дьявол. Вот так вот. Мы должны научиться пользоваться Божьим Словом. Иногда, знаете, христиан сравнивают с ребенком, который очень голоден, но у него есть консервы и консервный нож. Но он не знает, как открыть эти консервы. И он сидит и голодает. Так вот иногда мы, вот похожи на таких детей, у нас есть Слово Божье, но мы сидим и не знаем, каким пользоваться. Иисус знал, и поэтому дьявол оставил его. Дьявол оставил его. Аминь. Вот такие вещи. Смотрите, давайте последнее место здесь прочитаем. Откровение 12.11. Откровение 12.11. Ох, уже у меня время вышло. А я хотел о важных вещах сказать еще. Откровение 12.11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Чем они победили дьявола? Написано, они победили его кровью Агнца и свидетельством... Как тут написано? Словом свидетельства своего, да? То есть, смотрите, наше свидетельство Божьего Слова, оно может побеждать сатану. Оно может побеждать сатану. И это очень важно, дорогие. Конечно, мы можем фантазировать, придумывать разные способы, как же нам противостоять. Знаете, вот за 25 лет, как я верующий, разное было. Я видел, как брали ведро с водой и повелевали бесам туда выходить. Открывали форточки и кричали бесам, давайте форточку выластьте. Знаете, разное происходило в нашем христианстве, но опыт он есть опыт. Но вот все-таки лучше делать так, как говорит Священное Писание, да ведь? Это испытано. Это испытано Иисусом Христом. Если бы мы спросили сегодня апостола Павла, апостол Павел, а у тебя самого-то это срабатывало? Он сказал бы, если бы не срабатывало, я бы об этом не писал. Я делюсь с вами своими фишками, говорит апостол Павел. Просто возьмите и используйте это. Возьмите и используйте это. И нам сегодня надо прислушаться, взять, вооружиться этим, использоваться и жить в этом. И тогда, поверьте, дьявол, он будет убегать от тебя. Но это опять же практика, это опыт. Может, с первого раза не убежит. Может, с первого раза ты убежишь. Если ты скажешь, нет, я перестану от него бегать, со второго, с третьего раза он будет убегать от тебя. И ты почувствуешь вкус победы. И ты скажешь, я хочу жить в этой победе. Я хочу, чтобы какой бы злой день не пришел, я бы мог устоять. Я бы мог устоять. Аминь. И у нас до половины собрания. Но я хотел взять такую тему еще, как родовые проклятия, популярную, насколько актуально. Но давайте будем держаться графика и оставим это на потом. Давайте помолимся. Вы что-то взяли сегодня для себя? Если вы думаете до сих пор, что чеснок над вашей дверью защитит вас, перестаньте заниматься руидой. Сделайте лучше свеклу с чесноком. Больше пользы будет. Если вы думаете, что иконы в машинах и кресты защитят вас, не верьте этому. Я видел много разбитых машин, в которых были иконы. Но авария произошла, потому что водитель был пьян. Бог не будет защищать нашу глупость. Поэтому то, о чем я говорил, вот это действует. Это действует. А фантазия этого мира, ну и пускай кто хочет играть по правилам сатаны, а мы будем играть по правилам Божьего Царства. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь Всемогущий. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты любишь нас. И Твоя воля, чтобы в любой злой день мы могли устоять и прославить Тебя, Господь. Я верю, Господь, что когда приходит злой день и мы устояли, это прославляет Тебя, Господь. Это возвеличивает Тебя, и вся слава принадлежит Тебе, а не нам, Господь. И мы благодарим Тебя за Твое Слово, через которое Ты открываешь нам, как мы можем противостоять дьяволу, не давать ему места, выходить победителями из всякого рода духовных сражений. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы молимся, чтобы Твое Слово, оно было действенно и живо в нашей жизни. Мы молимся, Господь, чтобы мы не просто это знали, но мы научились этим пользоваться. Мы были готовы встретить любой злой день, и наша сила не оказалась слабой. Во имя Иисуса Христа мы молимся, Господь, чтобы нам бодрствовать, трезвиться, не давать место дьяволу. Молимся, Господь, чтобы мы были научены покорности, покорности пред Тобой и послушанию Твоей воли, чтобы дьявол мог убегать от нас во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы мы на самом деле серьезно отнеслись к этому Слову, потому что за нашу душу идет битва, идет сражение, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев. И я верю, Господь, что наше призвание заставлять его убегать от нас, это призвание церкви распространять Твое царство, Твою истину, Твой свет, Господь. И мы молимся, да будет так, Отец Небесный. Пусть Твоя мудрость будет у нас, и сила Святого Духа укрепит нас во имя Иисуса Христа. Славим Тебя, благодарим Тебя, превозносим Твое святое имя. Благодарим, что Ты за нас, Господь, и Твои ангелы, они на нашей стороне. Благодарим Тебя, Господь, что дьявол, он уже опозорен, повержен, и он под нашими ногами. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты открыл это не мудрым мира сего, но нам, Господь, может быть, ничего не значащим в этом мире, Ты открыл эти истины, чтобы мы шли, и мы говорили их другим. Благодарим Тебя и славим, всемогущий Господь, Небесный Отец, Сын и Дух Святой. И каждый верующий это скажет. И знаете, Библия говорит, чтобы мы были не слушателями, или мы забывчивыми, но исполнителями Слова. Если у Тебя есть зависть, и Ты это знаешь, приди домой, скажи, Господь, я признаю, что я завистливый человек, и я каюсь в этом. И я прошу, освободи меня, научи меня радоваться с радующимися, и плакать с плачущими. Если у Тебя обида, приди пред Богом и скажи, Господь, я оставляю эту обиду. Если у Тебя злость на кого-то, так и скажи, Господь, я признаю, что это грех, и я оставляю это. Освободи меня во имя Иисуса Христа. Просто начни что-то делать, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, и Ты видишь, как все будет меняться, потому что Бог верен. Субтитры подогнал «Симон»